Нестандартная идея и обмен каштолным вопытом в сферах бизнеса, IT-технологии и модернизации жилево-коммунальной господарки. В першине в нашем регионе прошло межсекторальное посяжение делегаций из програничных украинских областей и гомельских специалистов. Белорусский партнер этого мероприемства – Сярод ВНУ – Ганлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией. О новых совместных планах регионов – сюжет наших респондентов. Подороже по коммунальных предприемствах и технопарку, межсекторальное посяжение пожилево-коммунальной господарцы и информационных технологиях. День для удельников проекта был не только насыщенным и активным, но и очень продуктивным. Вопытные украинские бизнесмены и руководители сразу означали для себя некерунки, которые можно развивать на своей родине. Например, в гомельском технопарке они познакомились с IT-инфраструктурой Гомельской области. Такие встречи помогают налаживать связи, устанавливать новые контакты. И мы очень надеемся, что после этой межсекторальной встречи гомельские предприниматели найдут интересы с черниковскими, с лавутическими, вообще с предпринимателями с Украины. Белорусский Ганлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией одним из первых в Украине начал развивать молодежное предпринимательство. Тут реализуется международная программа «Молодь и предпринимательство». Працует стартап школа «Гомель». Утым лику, благодаря этому, ВНО брали партнерам проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси». Ирина Трусевич, его локальный координатор, решит, что развитие трансграничного предпринимательства позволит будущим и сегодняшним бизнесменам развивать экономику регионов соседей. Эти встречи позволят нарабатывать им коммуникативный капитал, то есть больше знакомиться и личные контакты помогут больше развивать новые виды бизнеса, имеющиеся виды бизнеса, а также развивать экспортно-импортные операции между странами, что является одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Беларусь. Почас поседжения, кое отбылось у конференц-зале Беларусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией, ишла размова об новых шляхах супрасовництва. Удельники с встречи обменялись уражениями, об убаченном пачас визиту на коммунальное предприемство «Спецкоммунтранс». Зараз в украинских регионах система другасной перепрасовки коммунальных отходов только на початку развития. Мы общались с украинскими коллегами. В Чернигове нет такого завода, как у нас в «Спецкоммунтранс» по сортировке, переработке, изготовлению продукции из отходов пластиковых. То есть вот у нас сегодня были, коллеги очень сильно заинтересовались, было им очень интересно по этому вопросу. Плюс проводится у нас тепловая модернизация жилого фонда ежегодно, достаточно большие ресурсы на это используются. И по капитальному ремонту до 3% планируют довести у нас объемы введения домов после капитального ремонта к 2020 году. То есть есть такие достаточно серьезные положительные моменты в работе жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Украинский Славутич находится у всего 15 километров от белорусской мяжи. Сносины с нашей областью добросуседские и трывалые. Тема модернизации жилево-коммунальной господарки там вельми актуальная. Славутич, можно сказать, является флагманом сучастных нововведений в этой сфере. Суседи завсюди пильно разглядают белорусский опыт у голене жилево-коммунальной господарки и делятся своим. Реформировали коммунальную сферу Славутича таким образом, что у нас уже 15 лет нет такого понятия, как ЖЭКи в городе вообще. У нас работают частные эксплуатирующие организации, у нас работает управляющая компания, которая профессиональным образом стоит на стороне интересов жителей и от их имени контролирует всех поставщиков коммунальных услуг. Дякуюсь реализации проекта, активизация малого и среднего бизнеса в приграничных районах Украины и Беларуси, в Гомельской области створены центры трансграничного сопротивления. Худкаяны будут обеспечены офисным и компьютерным обсталяванием. Работать у них будут подрихтованные у межах реализации проекта консультанты. У приватности ими станут специалисты, которые имеют отношение к внешнеэкономической и предпринимательской деятельности, в опыт работы с международными проектами. Разбираются у питаниях мытного оформления грузов. Первая консультация запланована на лютый. Марина Джалев, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».